На конкурсе можно услышать ребят из разных музыкальных школ, из студий Оренбурга и не только. И, конечно, многому у них научиться. Музыкальный калейдоскоп предоставляет хорошую возможность участникам обрести уверенность в своих творческих силах. Мы подали заявку, готовились каждый день, абсолютно каждый день. Мало того, что мы на уроках занимались, дополнительно еще приходили дети, занимались и готовились серьезно. Очень серьезно. И настрой у нас боевой. В этом году конкурс проходит в 14-й раз. География его с каждым годом расширяется, что свидетельствует о популярности не только в Оренбурге, но и в соседних районах. Учащиеся Солилецкой детской школы искусств принимают в нем активное участие второй год подряд. Конкурс сам по себе чистый, без предвзятого какого-то отношения к участникам. Это одна причина. А вторая причина, я думаю, что повышается культурный уровень населения. Понимаете, интерес к музыке, к инструментальной, классической, он становится все выше и выше. И это тоже не может не радоваться. Фортепианная школа Оренбурга представлена начинающими музыкантами из 20 детских школ искусств, музыкальных студий, центров детского творчества. Оценивают мастерство молодых исполнителей, преподавателей Института искусств имени Ростроповичей. Это мэтры и каждое их слово будет весомо и важно и для исполнителей, и для преподавателей. Уровень подготовки детей с каждым годом становится выше, потому что я вот уже 14-й год смотрю и наблюдаю, и многие дети уже не первый раз, они в конкурсе участвуют. И я считаю, что уровень повышается. Завершится конкурс пианистов подведением итогов и награждением победителей. Выразим надежду, что праздник музыки выявит новые таланты, которые, возможно, продолжат славную традицию фортепианного искусства. Елена Давыдова, Никита Плотников, Новости дня.